Камни в почках. Как их растворить и вывести без операции? Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. В этом видео я продолжаю мою рубрику «Век живи, век учись». Сегодня я расскажу вам, как можно растворить и вывести из организма камни из почек и мочевого пузыря. Вот план моего данного выступления. Первое. Симптомы наличия камней в почках. Второе. Похожие симптомы других болезней. Не перепутайте. Третье. Анализы. Точный диагноз. Четвертое. Комплексный подход к лечению. Пятое. Лечение народными средствами. Перед тем, как я расскажу вам, как же можно растворить камни в почках естественными, природными средствами, я напомню вам о самых характерных симптомах наличия камней в почках и мочевом пузыре. Во-первых, это боль в области поясницы или в боку с пораженной стороны, которая может отдавать вниз живота, в пах, в половые органы и соответствующую ногу. Если левая почка, левую ногу. Если правая, правую. Это ухудшение общего самочувствия. Но это и кровь в моче часто. На медицинском языке гематурия. Этот симптом обычно проявляется вместе с почечной болью или после нее. Это и повышение общей температуры тела со знобом из-за развивающегося воспалительного процесса вместе локализации камня, особенно если камень повредил мочеточники. Это и нарушение мочеиспускания, выражающиеся более частыми болезненными позывами, но скудным при этом отделении мочей. А наиболее ярко все эти симптомы проявляются, когда камень начинает свое движение по почечной лоханке в сторону мочеточника и далее следует по нему. Эти каналы очень сильно иннервированы, поэтому боль максимальная. Боль в этих случаях бывает и тупой, и острой, волнообразной, то утихающей, когда камень останавливается, то с нарастающими приступами. Но самое главное, она не проходит ни в одном положении, какое бы вы ни принимали. Учтите это. Второй пункт. Нужно исключить все иные болезни и состояния иного рода, похожие по симптоматике, чтобы не перепутать. Учтите, что это могут быть за состояния и болезни. Во-первых, острый аппендицит, приступ острого аппендицита. Острый холецистит, холонгит или печеночная колика. Это может быть острый панкреатит, кишечная непроходимость, паховая грыжа, может быть внематочная беременность, может быть проводение желудка или двенадцатиперстной кишки. А также может быть острый простатит или острый адмексид. Вот это нужно исключить. Третье. С целью выявления диагноза мочекаменной болезни и убирания возможных иных болезней, похожих по симптомам, необходимо провести следующие виды диагностики. Это сделать необходимо. Что делается? Во-первых, сбор анамнеза. То есть, в клинике тщательно врач должен опрашивать пациента, когда начал с него приступ, что он при этом чувствовал, что до этого делал, что ел и пил, было ли такое у него раньше, страдал ли мочекаменной болезнью кто-нибудь из близких родственников и так далее. Должен произвести доктор осмотр пациента, то есть ощупывание больного места, измерение артериального давления и температуры, ну а далее общий анализ крови и мочи, которые могут показать наличие степень и вид воспалительного процесса. Также делаются УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря, а также мочеводелительного канала для определения места положения камня, если он пошел. Если потребуется, то делает СМРТ и прочие исследования, которые уже назначат врач. Сделать это необходимо обязательно. Теперь, по своему минеральному химическому составу все камни делятся на уратные, цистенатные, оксалатные, фосфатные, карбонатные. Об этом подробно я рассказывал в своей лекции «Вода, лимфа, почки». Очень советую ее посмотреть, там подробнее. Значит, коралловые камни – это такой особый проблемный тип разрастания камней. Такие конкременты считаются самым тяжелым вариантом проявления мочекаменной болезни, а свое название они получили из-за как бы такой причудливой формы, напоминающей коралл. Эти камни разрастаются и занимают почти всю лоханку и чашечки почки. Ну и похоже, как я уже сказал, на кораллы, либо рога северного оленя. Так вот, минеральный состав у них смешанный, потому выбрать какой-то один вариант по устранению или лечению сложно. И тогда применяется комплексный метод, подход в данном виде образования камней. И применяется чередование методов, о которых я расскажу чуть дальше. Да, очень важный момент хочу сказать. Я настоятельно вам рекомендую подписаться на мой данный вот этот канал. Кто еще не подписался, и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, очень важные видео, которые периодически выходят. Ну а нажав на колокольчик, вы будете получать уведомления о выходе моих новых видео на вашу почту. И уже не забудете посмотреть те видео, которые будут вам интересны. Также я прошу поделиться моими видео, если вы сочтете это необходимым. Если они вам понравятся, вы поймете, что для людей они важны. С друзьями, знакомыми, родственниками. Подпишитесь на мои также сайты по здоровью и на сайт по продуктам надгар.ру, если сочтете это нужным. Комплексный подход к лечению состоит всегда из, во-первых, лекарственной терапии, если, конечно, она требуется и если вам это очень хочется, если вы верите только в химическую промышленность, скажем так. Второе, это методы натуральной медицины, о которых я очень подробно расскажу далее. Третье, это соблюдение диеты, изменение, корректировка питания, о которой я поведаю дальше. И только в особо сложных случаях, когда почки почти перестают функционировать, применяются операции. Знаете, пока PH мочи не выходит за пределы 6,2-6,8, камни образования отсутствуют. Как только эти цифры повышаются или занижаются, начинается кристаллизация. Проверить PH мочи можно лакмусовыми полосками, которые можно купить в любой аптеке. В стационар при мочекаменной болезни чаще всего люди попадают по скорой помощи, а поводом для госпитализации выступает приступ почечной колики. Не допускайте себя до таких ситуаций, это возможно. А избавиться от камней можно следующими вариантами. Вообще избавиться. То есть, тут варианты такие, официальные. Полосная операция при общем наркозе. Полосную операцию делают в случае, когда другие виды извлечения камней не представляются возможными. Например, когда камень лежит на переходе почки в мочеточник. Или имеет такую очень плотную, трудную для растворения и дробления структуру. Или оба эти факторы сочетаются вместе. Но растворить камни все равно можно, применяя комбинацию методов и средств, о которых я расскажу ниже. Второе. Дробление под эпидуральной анестезией с последующим выведением фрагментов камня. Третье. Это растворение и последующее выведение при помощи ортофосфорной и других кислот, конечно же, в стационаре. Ну и четвертое. Это растворение камней настойками, отварами и другими средствами на дому самостоятельно. Разумные доктора, кстати, не ревнуют науку. К природе. И дополняют свои назначения, необходимые по инструкциям, средствами фитотерапии. После обследования и постановки точного диагноза, который ставит лечащий врач, выбираются метод лечения или комбинация нескольких методов совместно с врачом. Вы всегда вправе согласиться с ним или нет. Часто врачи бывают зациклены на операциях и дроблении ультразвуком. Но бывают и вот такие интересные истории. Врач уже готов был опустить руки, так как пациентка еле дышала. Почки у нее практически отказали из-за полной закупорки всех протоков и стремительно нарастающего сепсиса. В лучшем случае женщина могла прожить в таком состоянии три дня. Кстати, для предупреждений и прекращения сепсиса внутривенно вводится коллоидное серебро. Так вот, в палату, где лежала умирающая ночь, привезли еще одну даму. Узнав, в чем дело, у ее соседки она срочно попросила своего мужа привезти мешочек с пшеном. Кто не знает, пшено это крупа, полученная из семян проса обыкновенного. Пшено-дранец из себя представляют цельные зерна проса, очищенные от цветочных пленок. Лучше применять их. Тут же был приготовлен отвар из расчета 1 столовая ложка злака на стакан воды. Поварили 15 минут, далее больную поили по 1 столовой ложке отвара каждые 10 минут. И через 8 часов такого питья женщина просто воспрянула. У нее спала температура. Отступил воспалительный процесс. Потихоньку стали открываться мочевыводящие протоки. Пошел отток мочи. Доктор, который предсказывал ей скорую неминуемую смерть и был на это настроен, был бессилен, чтобы что-то предпринять. Был просто в шоке. Теперь он, как честный человек, считает, что пшено самое эффективное народное средство для выведения камней из почек. И назначает его в качестве дополнения к обязательному, ну что должен он назначать по инструкции, основному лечению всем своим пациентам. Врачи ведь тоже люди и многого не знают. Хотя есть средства не менее сильные, но об этом дальше. Конечно же лучше не доводить себя до такого состояния и пить не отвар, а лучше проращивать семена проса и есть. Тогда мелкие камни просто растворятся, а новых не будет. Просто поместите семена в неглубокую тару, плошку, ровным слоем, добавьте немного воды и сверху накройте влажной марлей. Доливать воду нужно по мере испарения каждый день. Самая большая сила проростков наступает на 4-6 день прорастания. Лучше до укладки на проращивание обработать семена в крепком растворе марганцовки для уничтожения патогенных инфекций, для стерилизации от поражения грибками. Уже через 2-3 дня зерна прорастают, их можно будет использовать. А можно проращивать семена и в стеклянных банках, как я это рассказываю в Мининфо продукте номер один. Применять эти семена нужно по 2-3 столовые ложки 2 раза в день до или вместо еды, пережевывая до состояния жидкости и только тогда проглатывая. Кстати, обязательно посмотрите мое видео «Дисбактериоз», только полную 50-минутную лекцию, у меня их две. Там и о проростках очень важная информация дана мною и о том, как обеспечить свой организм так необходимыми питательными веществами, которых сейчас всем людям не хватает в жизни из-за бедности почв и плодов, выращенных на ней. Теперь главное. Пятый пункт. Для постепенного растворения камней применяйте эту систему из 5 пунктов. Первый пункт. Нужно по утрам за 10-40 минут до еды пить медовую воду, как я это пояснял в своей лекции «Как растворить камни в желчном пузыре». Обязательно посмотрите эту лекцию и выпишите методику. Растворение происходит не быстро, но камни растворяются. И не только в желчном пузыре, но и в почках. Конечно, от 2-3 месяцев до года. Второй пункт. Помимо медовой воды стоит потреблять вот эту смесь. Смесь из меда, сока черной редьки и алоэ. Листья, которым не менее 3 лет, берутся нижние старые листья от растения, моются и выдавливается кашица. Смешать нужно все это в равных по объему частях. По 1 столовой ложке и применять 3 раза в день по 1 столовой ложке смеси до еды. Хранить надо в холодильнике не более суток. Применять эту смесь месяц, потом месяц делается перерыв и так далее чередовать до полного излечения. Третий пункт. Я рекомендую помимо потребления медовой воды и приведенной выше смеси пить брусничную воду. Надо просто засыпать в 3-х литровую банку. 2-3 объема этой банки, ягод, брусники. Можно замороженной. Залить водой лучше дистиллированной, либо после обратного осмоса. Дать настояться в темном месте при комнатной температуре 1 день. Потом убрать в холодильник или погреб на 3-4 дня. И как вода станет розового цвета, отливать ее и пить. Пить в течение дня 4-5 раз по полстакану или по стакану. Как сольете из банки и выпейте весь настой, добавьте в банку новую воду, долейте доверху и опять настаивайте в холодильнике 3-4 дня и пейте далее. Так можно делать 3-4 раза к ряду. Четвертый пункт. Пить свекольный морковный сок по одному стакану в день, где 1 треть свекольного и 2 трети морковного сока. Постепенно, через 2 месяца, можно смешивать пополам свекольный морковный сок, плавно от дня ко дню, увеличивая долю свекольного. Пить нужно до еды за 10-30 минут. Или после еды через 40-60 минут. Пятый пункт. Это отвар семян шиповника и корней шиповника. Итак, если через 3-4 месяца применения первых 4 пунктов совместно камни не рассосались, желательно выше приведенную смесь и брусничную воду, то есть пункты 2 и 3, сменить на настойку плодов корней шиповника и семян шиповника, но оставить остальные пункты. А применять шиповник надо вот как. Взять 1 чайную ложку измельченных семян шиповника. Измельчать лучше прямо перед применением непосредственно, ну то есть взбить в кофемолке или в мини-блендере семена до порошка. И заливать эти крупки, этот порошок, одним стаканом 80-градусной примерно воды в термос. Никогда не кипятите травы и семена. Вы уничтожите практически полезный состав. Останется он только частично. Так вот, нужно настоять в термосе 3-4 часа, процедить настой и применять по 1 трети одного стакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Минимальный курс 1 месяц. Далее нужно применять настой корней шиповника. Нужно засыпать в термос 2 столовые ложки измельченных корешков шиповника, залить их 400 мл 80-90 градусной воды и настоять 3 часа в термосе. За это время отвар должен стать темным. Полученное лекарство процедить и применять по 100 мл 4 раза в день за 15 минут до еды или через 30-40 минут после еды. Курс такой должен быть две недели, а затем опять месяц с семенами шиповника, как я уже говорил, и так чередовать до полного растворения камней. Общая система, то есть все четыре пункта, усилят и ускорят результат. Между курсами или раз в два месяца хотя бы надо делать УЗИ для контроля размера и поведения камней. Особое внимание. Пить отвар из корней шиповника нужно через соломинку, чтобы не повредить зубную эмаль, а после тщательно полоскать рот чистой водой или чистить зубы зубной пастой или полоскать рот с содой. При применении шиповника другие травы, сборы не применять. Сборы трав можно применять, когда не применяются отвары шиповника. Лучше пить их после еды через час или до еды за полчаса и обязательно делать перерывы с другими средствами друг от друга не менее 10-20 минут. Итак, полезные травы, сборы, варианты на выбор. Вначале общие советы, потом конкретные рецепты. При фосфатных и кальциевых камнях применяется марена красильная, брусника, петрушка, зверобой, рута, толокнянка, лопух и аир. При камнях из мочевой кислоты, уратные камни так называемые, применяются листья березы, земляника, плоды и листья, семена укропа, брусника, плоды петрушки, хвощ полевой. При аксалатных камнях применяется спорожь, земляника, укроп, хвощ полевой, мятоперечные, кукурузные рыльца. А продвинутые доктора, которые самосовершенствуются, применяют несколько травяных сборов, которые реально хорошо помогают бороться с мелкими камнями. И они назначаются в качестве вспомогательного средства наряду с консервативными, официальными медицинскими методами. Вот какие это сборы. В равных частях берутся следующие травы. Крапива двудомная, листья крапивы, аир, корневище аира, мятоперечные, листья, хвощ полевой, трава сама, хвоща, бузина черная, цветки и можжевельник обыкновенный, плоды, а также шиповник, плоды цельные. Из расчета 1 столовая ложка этой смеси, мелко измельченной, на 1 стакан воды готовится отвар в термосе при 70-80 градусах и экспозиции 2-3 часа. Вот этот отвар применяют по 50 миллилитров 3 раза в день во время еды. Вот вам еще один вариант сбора. Это известный сбор для растворения почных камней, сбор по соколову. В сбор входят следующие травы. Марена красильная, корень, стальник полевой, трава, береза повисла, листья, почечный чай, трава, хвощ полевой, трава, ромашка аптечная, цветы, укроп огородный, семена. Все эти растения берутся в равных количествах и тщательно смешиваются. Из этой смеси готовится настой из расчета 1 столовая ложка на стакан воды. Применять надо по 50 миллилитров 3 раза в день во время еды. Ну а запаривать, как я говорил выше. Но в аптеках тоже продаются готовые сборы, их тоже можно в принципе применять. А также можно взять наш концентрированный экстракт уролит премиум, который будет дан по ссылочке под этим видео. Но эти сборы не исключают медовую воду, а только дополняют этот уникальный способ. Кстати, сок лимона используется для растворения оксалатных почечных конкрементов, а также он поддерживает ph мочевой кислоты на правильном уровне, профилактический, когда риск камнеобразования уже сведен к минимуму. Потому, кстати, иван-чай с лимоном пить очень хорошо и полезно. А еще из цитрусовых можно готовить лимонады. Таким образом, что берется и делается смесь из воды, лимонного сока и меда, но это не заменяет медовую воду по утрам, помните об этом. И кстати, в качестве меда желательно брать дикий бортевой мед, а еще лучше перезимовавший в ульях, в бортях вернее, правильно говоря. Как избавиться от коралловидных камней в почках народным способом и с помощью официальной медицины совместно. Здесь нужен сложный, такой довольно-таки, но комплексный подход, который состоит из, во-первых, лекарственной терапии, что пропишет опытный врач, из методов натуральной медицины, о которых шла речь выше, соблюдение диеты обязательно, о ней я чуть дальше поясню. А в особых сложных случаях, когда почки перестают функционировать, тут уже операции. Кстати, среди препаратов, я уж вам тоже заодно это скажу, официальной медицины самые часто назначаемые это аллопуринол, фебукостат, пеглотиказа и магнерод. Теперь о диете, о питании. Нерастворимые, кстати, фосфаты, кальция, да, выпадают при щелочной реакции мочи, поэтому при данных камнях особый акцент делается на продукты, подкисляющие мочу. Это бобовые, включая зеленый горошек, это тыква, клюква, брусника, кислые яблоки, ну и шиповник. Уратные и смешанные камни. Тогда надо убирать продукты, богатые пуринами. Обязательно убирать. Это мясо, рыба, мясные субпродукты и все остальные продукты животного происхождения. То есть то, что и так не является человеческой пищей, есть это не нужно никому и никогда. Ураты, кстати, натрия накапливаются в организме из-за потребления высокомолекулярных белков всегда, в первую очередь из-за мяса. Кстати, так называемая болезнь богатых, подагра, тоже возникает из-за накопления урата натрия и много других болезней. Смотрите обязательно мою лекцию 9 причин болезней и лекцию пищеварительной системы. Для ощелачивания мочи надо есть фрукты, овощи, ягоды и соки из них. Яблоки, груши, сливы, кизил, виноград. Обязательно их потребляйте, они способствуют выведению оксалатов. Часто камни из мочевой кислоты сочетаются с камнями из щавелевой кислоты, так называемой смешанной уролитиаз. Вот в этом случае нужно ограничивать продукты в вареном виде богатой щавелевой кислоты. Это щавель, шпинат, петрушка, бобовые, картофель, ну и свекла. Кстати, я щавель, шпинат вообще никогда не рекомендую варить и делать из них супы. Их надо или есть в свежем виде в салатах, или пить из них соки, как рекомендовал нормы Нокер. Соки свежевыжатые, натуральные из овощей трав пейте обязательно. Фосфатные камни требуют тесного сотрудничества с врачом, имейте это в виду. Они особо трудно растворимые, но растворимые тоже. Чтобы не спровоцировать приступ почечной колики, исключите острое, жареное и соленье, крепкие всякие бульоны, чаи, кофе, алкоголь. Естественно, ни в коем случае не потреблять. Но последние два пункта вообще никогда не потребляете в жизни. Это ненормально, неестественно и всегда очень вредно. Ну а травяные сборы принимайте аккуратно, начиная с меньших от положенного доз. Для проверки, так сказать, реакции организма индивидуальной непереносимости. Прислушивайтесь к собственным ощущениям. Некоторые травы могут провоцировать движение камней, потому раз в месяц при прохождении данных курсов проверяйте их размеры и их местоположение на УЗИ. Медовая вода и прочие советы по указанной системе, которую я приводил выше, не провоцируют движение камней. Уважаемые зрители и слушатели, я настоятельно рекомендую вам понять, что человек это плодоядное существо по всем своим анатомическим, морфологическим и биохимическим критериям. Как бы кто этого не хотел. Если вы не хотите болезней, хотите излечиться от болезней, питайтесь живой растительной пищей, переходите на сыроедение, ну хотя бы на период лечения, хотя бы на 2-3 месяца. Смотрите мои лекции под этим видео, обязательно не ленитесь, здоровье дороже времени. Да оно и есть время, по сути. Мои рекомендованные лекции даны по ссылкам, просто нажмите слово еще под этим видео и откроются ссылки. Если данное видео вам понравилось, а я не могу представить, как может не понравиться, не быть полезным, ну не поленитесь тогда поставить лайк, перешлите ссылку на это видео своим близким и знакомым, разместите в соцсетях тем самым, вы и людям поможете информацией и развитию моего канала тоже поспособствуете, за что я вам буду благодарен. Если захотите провести индивидуальную консультацию, смотрите под этим видео тоже, по ссылкам, как это можно сделать. Прочтите, как на нее записаться. Подпишитесь также на рассылку на нашем сайте nadgard.ru. Будьте здоровы и до новых встреч у меня на канале.